Здравствуйте, друзья американцы. Я боец Национальной гвардии Украины. Сейчас в Украине, как вы знаете, происходит война. Война очень серьезная, очень суровая и очень жестокая. Украина очень страдает от этой войны, потому что у нас мало техники, мало оружия. В первые дни, когда война только началась, ваше американское правительство не верило в то, что Украина сможет выстоять против Путина. Не верило, что Российская Федерация не поглотит Украину в первые же часы войны. Поэтому они силами-силами старались отказаться от того, чтобы оказать нам настоящую, реальную и посильную США помощь. Русские, прийдя на наши земли, ведут себя, как самые конченные мрази. Это ублюдки. Ублюдки с большой буквы. Ублюдки такие, от грехов которых оттираться и отмываться будут их потомки вплоть до седьмого колена. Каждый раз, когда русские ублюдки приходят в очередной украинский город, они сразу же начинают грабить и разрушать дома, в которых живут гражданские люди. Они воруют у них бытовую технику, они воруют у них деньги, они воруют у них ценности. Они начинают насиловать местных жителей и иногда даже насилуют маленьких детей. Америка очень многое сделала для Украины. Уже очень многое. Америка предоставила нам много денег и много оружия. Но того, что она предоставила нам, недостаточно, увы. Нам нужно еще больше. Американцы всегда славились тем, что они были трудолюбивыми и очень-очень-очень вольными людьми. И я знаю, знаю наверняка, что каждый американец, почувствовав хоть какой-то укол совести, хоть что-то сделает в ответ. Я прошу вас, друзья американцы, убеждайте, убеждайте свое правительство, убеждайте своего президента, убеждайте всех, кого вы знаете в политике, что Украине нужно помогать. Если Украина падет, то в этом случае вся Европа окажется под ударом Путина. И мирное время исчезнет и во всей Европе, и может быть даже в США прилетит пару ядерных ракет. Мы, украинцы, считаем своим долгом, своей честью не просто защитить себя. Мы хотим развалить Российскую Федерацию. И вы должны нам в этом помочь. Нам нужны две вещи. Первое. Это деньги и оружие. Как можно больше. Того, что сейчас предложил Байден для Украины, недостаточно. Нам нужны высокоточные и очень дальние ракеты. Нам нужны бронежилеты. Нам нужно оружие образца НАТО. Нам нужно все, что есть сейчас у Америки. Против Украины воюет вторая армия мира. Сильнее России только Америка. И никто больше. Когда мы победим, мы все, что от вас получили, мы отдадим обратно по англизу. Как это было раньше, так это будет и сейчас. Мы ваши союзники, а вы наши дорогие друзья. Второе, о чем я хочу вас попросить. Убеждайте каждого политика, которого встретите, на каждом митинге, на который вы придете, что России необходимо объявить экономическое эмбарго. Сейчас Россия имеет возможность продолжать войну на территории нашей страны только лишь потому, что у нее есть возможность торговать. Только лишь потому, что она получает деньги извне. Как только вы лишите Россию денег, война прекратится, потому что им не на что будут содержать армии. Им нечем будут заправлять свои танки. Они не смогут закупить снаряды для своей артиллерии. У нас очень-очень опасно. Мы никогда не попросим, чтобы США или хоть какая-то другая страна присылала к нам своих бойцов. Мы не хотим, чтобы хотя бы один американский солдат умер воюя за нас. Мы сможем себя защитить. Но нам нужны инструменты. В ваших руках сделать так, чтобы они у нас появились. Чем больше вы будете убеждать свою власть, тем меньше жертв будет с нашей стороны. И тем меньше опасностей будет для всей Европы. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...